Всем привет дорогие друзья! У меня для вас очередная печальная новость. Получил эту информацию из инсайдерского источника в МВД. Там прошла разнарядка по поводу формирования морально-психологической готовности сотрудников к действиям в экстремальной обстановке в условиях негативного информационного воздействия. Чтобы вы понимали, что это такое, о чем идет речь. Короче, речь идет о промывке мозгов сотрудников правоохранительных органов рядового состава на предмет их возможной готовности применить оружие против мирно митингующих граждан. Значит, в качестве примера за основу там взяты московские митинги, которые проходили в столице летом нынешнего года. И, как вы понимаете, сотрудник полиции это же такой же обычный человек, очень сложно психически, психологически очень сложно решиться применить оружие или спецсредства против обычных митингующих, обычных мирных граждан. Потому что это могут быть твои соседи, это могут быть какие-то твои друзья, родственники. В толпе может оказаться кто угодно и вот пойти на них с оружием, но это, в общем, очень сложно решиться. Каким бы, да, монстром ты не выглядел, какую бы форму ты не надел, какие бы приказы и распоряжения ты не исполнял. И вот поступила такая разморядка, давайте, ребята, будем промывать мозги полиционерам по этому поводу, чтобы они, в общем, не стеснялись в будущем и могли долбить этих митингующих без зазрения совести. Получится ли у них это, ребят? Я имею в виду авторов этой инициативы. Да, конечно, получится. Слушайте, телевизор он, простой телевизор, с помощью простого телевизора умудрились полстраны дебилов создать. Теперь представьте, да, с этими людьми, с полицейскими, будут работать профессиональные психологи, профессиональные мозгоправы, которых этому учили, так называемые политруки. Поэтому, ребят, ну что можно сказать? Я вас поздравляю, я даже боюсь представить, что в кратчайшие сроки мы с вами получим целую армию монстров. Вот к чему мы идём, к сожалению, и это печально. Конечно же, кто-то сейчас может сказать, ой, да не верю я, что там ни дурахи сидят, они не отдадут. Приказ там стрелять, условно стрелять в своих граждан. Ребят, ну давайте вспомним историю, такое уже было и не раз, давайте вспомним 1962 годного Черкасса, где военные расстреляли мирную демонстрацию рабочих, которые всего-навсего вышли на митинг против повышения цен. Военные открыли огонь, 26 погибших, 87 пострадавших, и информация была засекречена 30 лет, и я думаю, что это так, такие достаточно условные цифры. Давайте вспомним 1993 год, когда Ельцин отдал приказ стрелять по защитникам Белого дома, и Останкин это тоже было, поэтому меня такая перспектива пугает. Очень хочу ошибиться. Удачного вам дня! 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 Удачного вам дня!